Татьяна Веденская. Фокус-покус или волшебников не бывает. Глава первая. Тот, кто торопится, не может идти с достоинством. Печенье с предсказанием. Первая камера. Все по местам. Начинаем. Мы работаем. Режиссер программы «Эксклюзив» произнес эту фразу тихо, но все присутствующие в студии тут же встрепенулись и повернули головы в сторону динамиков. Но усталый голос хрипотцой. Присутствующие – несколько десятков случайно попавших сюда людей. Иными словами, зрители. Затем, конечно, операторы, администраторы. Не забыть про ведущего. Высокий молодой человек в идеально отглаженной черной рубашке – Стас Терентьев. С беспокойством, осматривающий свои подмышки на предмет пятен пота, обернулся на режиссерский призыв, и лицо его скривилось в недовольстве. «Неужели этот ваш повелитель Страхов приехал?» – спросил он с максимальным уровнем сарказма. «Подъезжает», – буркнул режиссер. «И не повелитель, а победитель. Победитель Страхов», – пробормотал себе под нос Стас Терентьев и состроил гримасу. Уже полчаса он ерзал на крайне неудобном студийном стуле, словно созданном для того, чтобы ставить людей в неловкое положение. Или, скорее, сажать их в него. «Ты бы лучше рубашку сменил». В этот раз голос режиссера раздался не в динамиках, а прямо в голове Стаса. И тот от неожиданности дернулся, а потом поправил скрученный шнурок передатчика, прикрепленного к правому уху, и стал требовать себе гример. Зрители и гости принялись рассаживаться на шатких трибунах, вечно недовольные, когда перерыв между программами заканчивался. Они с неохотой подчинялись указаниям администраторов. Картинка, прежде всего. Двух людей в белом нельзя сажать рядом. Будет понятно, трибуны заполнялись в соответствии с ростом, внешним видом, одеждой, цветом волос зрителей. И те, кто пришел на программу вместе, вполне могли оказаться в разных концах зала. «Вы можете сесть здесь», – помощница режиссера тихонько подвела Василису к краю трибуны и усадила рядом с парой старушек, дожевывающих бутерброды. «Как долго будет идти программа? У нас вторая съемка еще запланирована?» – спросила Василиса. А на лице у нее все еще можно было прочесть следы недовольства. Ее не пустили в комнату гостей, вытурили буквально силком, накормив какими-то абсурдными заявлениями о том, что такой вот порядок, только герои. «Не больше часа», – заверила Василиса помощница, чему девушка, впрочем, не поверила. Телевизионщики всегда так говорят, но на поверку это может означать что угодно. С другой стороны, про следующую запись она, мягко говоря, придумала, цену набивала. Помощница ободряюще улыбнулась и скрылась за горизонтом. Василиса попыталась усесться поудобнее, но с удивлением осознала, на этих дурацких лавках почувствовать себя комфортно решительно невозможно. Дизайнеру, работавшему над студией, руки оборвать. Страхова все еще не было на площадке, хотя, по ее расчетам, он уже должен был закончить грим. Продюсер этой программы, длинноногая, с черными, акриловыми ногтями женщина, беспокоила девушку. Что, если именно из-за этой женщины ее не пустили в гримерку? Что, если она хотела побыть наедине с Ярославом? Василиса заставила себя отвернуться от освещенного софитом коридора и посмотреть на ведущего. Тот с невероятно серьезным видом листал карточки с заранее заготовленными словами. К нему с пудреницей в руке подскочила девушка. Лицо Стаса вспотело и блестело в лучах искусственного света. Неприемлемо. Внешняя красота была залогом успеха, а Терентьев очень хотел добиться успеха. Это было видно невооруженным глазом. Он старался как мог, мечтая выбраться из богом забытых дебри этого третьесортного канала. Кто вообще его смотрит? Куда-нибудь поближе к звездам? Из Владыкина в Останкино. Малюсенький шажок в масштабах московских пробок, огромный скачок в карьере. Василиса улыбнулась. Хорошая фраза. Нужно будет потом в заметку включить. Наверное, есть смысл вообще подумать о зарисовке к большой статье. Что-нибудь о лицах с экрана? Можно будет взять интервью у этого самого Стаса и еще каких-нибудь ведущих. Удостоверение журналиста открывало много дверей. Девушка неловко орудовала кистями, мешая Стасу просматривать карточки с текстом. За сегодня это была уже четвертая программа, и держаться бодро, сидеть с грацией, и достоинством на этом уродливом столе становилось все тяжелее. Невыносимо и практически невозможно. А гримерша была новенькая и усердная. Потом будет не отмыться. Ладно, ладно. Что там у нас? Терентьев тряхнул головой, убрал пудру с рукава рубашки и вернулся к первой карточке. «Экстрасенс, светлый маг, победитель шоу «Магия в действии», человек с сияющей аурой». «О, Господи!» — пробормотал про себя ведущий. «Кто-то в это верит?» «Многие верят». Гримерша вдруг перестала пудрить красивое женоподобное лицо Стаса и уставилась на него с возмущением. «И вы тоже?» — скривился он. «Расскажите еще мне, что все ненастоящие». «Все нет». «Он?» «Да», — процедила девушка после долгой паузы. Она специально договаривалась с заменой, чтобы оказаться сегодня на этой программе. Продюсер, с которой они на телевидении работали уже много лет бок о бок, знала, что будет страхов. «Канал» добивался этого интервью около месяца. «Ну, естественно, волшебник тучи разводит руками, да? Может, он мне остеохондроз вылечит, который я тут же заработал?» Терентьев вдруг разозлился, соскочил со стула и отпрянул от Гримерши. «Все, хватит, мне скоро дышать будет нечем от вашей пудры». Гримерша покачала головой и ушла обратно к себе. Там, рядом с целителем, даже стоять было волнительно. Энергия чувствовалась на расстоянии. Когда он только вошел, улыбаешь, что-то поменялось. Бывают такие люди. Редко. Один на миллион. Ярослав провел рукой по воздуху, словно сканировал всех в комнате. У нее даже мурашки побежали по телу. Это все чувствовали, не только она. И вторая Гримерша и гости с прошлой программы. И даже новенький мальчик, который приводит и уводит гостей. На что можно объяснить этому звезданутому в потной рубашке? Что он знает о жизни? Торчит тут под камерой целыми днями и думает, будто в этом заключается смысл существования. О программе «Магия в действии» с целителем Страховым Гримерша помнила все до последней мелочи. Она тоже отсылала за него СМС. Хотя и не сомневалась ни на секунду, что победит. «Тишина в студии!» – крикнул из динамиков режиссер. Зал затих, разглядывая входы и выходы. Василиса невооруженным глазом видела, как волна интереса или, скорее, ажиотажного спроса пробежала по рядам. Всем хотелось посмотреть на целителя, прошумевшего на всю страну. Увидеть, так сказать, звезду живьем. В конце концов, ради этого они сюда и приезжали. Они просиживали в душной студии бесконечно долгие часы, пили чай из термосов, пересаживались по команде администраторов. И все это за сущие копейки. Зато здесь можно было увидеть тех, чьи лица знает вся страна. Тут позволено было таращиться на них, обсуждать их и даже посмеиваться над ними. Яркие, всенародно любимые и поменьше, о которых зрители переспрашивали друг друга. А это-то кто, делая при этом лицо, мол, всякие тут припираются, тоже мне звезды. Кого тут не перебывало? Политики и священники, модные дивы в футболках с их же собственными фотографиями, рассуждающие о смысле жизни певцы, актеры из сериалов, раскрепощенные, забрасывающие ногу на ногу и смущенные, сидящие прямо как палки, балерины и актрисы, двигающиеся с бесподобной грацией, повторяющие заоченные слова, многократно сработавшие на публике. Участники скандальных шоу, прекрасно усвоившие принцип «черный пиар» даже лучше, готовые раздеться и скакать при любом удобном случае. Целители, экстрасенсы, предсказатели будущего. К ним все относились по-разному, но никто не оставался равнодушным. Василиса уже успела разделить людей на три ярко выраженные группы. «Этот страхов я слышала, кого-то исцелил, нашел одним прикосновением руки», прошептала одна старушка другой помоложе, в белой блузе с рюшами. Василиса отнесла ее в группу верующих. Сами верующие делились также на две подгруппы. Были позитивные верующие и также имелись порицающие верующие. Первые радостно верили во все, от барабашек и полтергейста до гороскопа и предсказания будущего по сна. Вторые тоже верили, причем по большей части в то же самое, но в отличие от позитивных, они глубоко осуждали всю эту группу явлений. Порицающие относились серьезнейшим образом и к гаданиям, и к приметам, и, конечно, к целителям, включая Ярослава Страхова. Больше того, они боялись их. Изыскивали средства борьбы с ними. Защиты, обереги, свечки. Все, что угодно, чтобы только избавиться от нечисти. Это все трюки, а не фыркнула та, что с рюшами. Настоящие целители по телевидениям не ходят. Их, может, один на миллион.